мирослав здравствуйте рад вас приветствовать мирослав ну давайте мы вот чего начнем просто это не было объявлено это был это был сюрприз специально поэтому у нас не так много как обычно людей но зато те кто остались самые стойкие остались и связь у нас не такая как должна быть поскольку с работы наверное все люди пришли и сели хором смотреть что-то такое тут на интернете да так вот расскажите вы являетесь в принципе астропсихологом правильно я занимаюсь астропсихологией но можно сказать уже с 65 года 65 года то есть стаж уже солидный астропсихологии меня интересует в первую очередь характерологии как можно продиагностировать человека какие у него потенциальные возможности психологические то есть что уготовано человеку по сковороде какая профотборность с родность с профессией с какой профессией что он может какие его возможности биологические то есть насколько он заряжен космосом по дате своего рождения вот это космо биоритмы меня интересует космо биологию основал такой ученый друг целковского чижевский вот его книга земное эхо солнечных буря произвела на меня неизводимое впечатление бурю ну и профессор цурковский интересовался астропсихологией подарил мне книжечку на польском языке впервые я не знаю чем объяснить тот факт что у нас связь резко улучшилась когда появился у нас астропсихолог давайте дорогие друзья ну давайте мы одного двух человек возможно рассмотрим сегодня просто так сказать дадим возможность Мирославу проверить себя на вас поэтому объявите скажите что вам надо дата рождения и время и место рождения правильно если человек хочет что-то о себе узнать то желательно да сказать нет место рождения сейчас неважно мы компьютерную программу составлять не будем мы на взлете скажем что человеку характерно так что пусть называет человек или я назовут тех людей которые интересуют всю Украину но вся Украина сейчас заведена на выбор значит претенденты все хотят знать что собой представляют претенденты феномен Зеленского могу рассказать о Зеленском у меня тут есть ну да 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 Мирослав ну дорогие друзья могу вам сказать вот что я лично общался и мне тут выдали полную мою характеристику вот теперь не знаю что с этим делать это только на пользу это только на пользу кто там более смелый кто хочет назвать или я буду говорить о Зеленском потому что это свежий материал нет у нас есть у нас есть смелые смелые желающие узнать о себе давайте вот два человека и не больше давайте мы возьмем женщины у нас вперед да вы не обозначили где вы родились поэтому вот это не имеется значение имя и день рождения давайте Елена 16-го 11-го 59-го года да зовут Елена да я даю сразу характеристику да не больше чем не больше чем четыре с половиной минуты ну год рождения заканчивается на цифру 9 это из аюрведы стихии вы знаете есть небо ну дерево огонь металл вода эфир она божий человек она должна заниматься каким-то видом искусства может быть поэтом художником композитором то есть она не материалист не имеет права заниматься бизнесом и 59-й год это у нас год кабана сейчас у нас тоже год кабана то есть какие-то изменения в этом году у нее будут энергию дают ей люди которые под знаком скорпион ее профессия значит какая-то солидно она любит профессии солидные должности она любит какую-то славу карьеру почести грамоты там всякие она хочет заниматься государственными делами но она может только быть психологом хорошо она обходить всякие препятствия она очень энергетичная она не любит ошибаться ее не скажешь что она сверх эмоциональная она трезво мыслящая значит она видит ошибки других это помогает ей в жизни ну и главное надо мне сказать для нее кроме этой общей характеристики значит что этот год кабана планета ведущая ее сатурн то есть дисциплина для нее очень важно потому что кабан равняется козерогу хоть она по дню рождения это скорее всего она скорпион 1611 она по году рождения для нее уже важно и я скажу миссию какой знак она должна освоить в этой жизни пятьдесят пятьдесят девятый год она должна освоить знак весы знак весы это она должна заниматься не войной а миром не импульсно реагировать на все а взвешивать перед тем как среагировать она не должна претендовать на лидерство а на партнерство нажимать понятно мирослав все достаточно у нас возможности больше нету вы перерасходовали полторы минуты поэтому вот игорь да игорь 24 10 54 год 24 10 и какой год 54 54 54 ну если елена у нас стихия эфир божья стихия она должна соединять небо с землей то игорь должен заниматься наукой он стихия дерева он должен плавать в мире книг до него это должно быть хорошее занятие и читаю значит 54 этот лошадь дает ему знак льва несмотря на то что он родился 24 10 значит это он у нас или скорпион или там кто или ну не важно это по дню рождения а по ходу рождения он лошадь а это равняется льву и его ведущая планета солнце тоже очень много придется в жизни трудиться ради детей постоянное накопление знаний его не утомляет он такой эффектный среди людей сразу его замечают ну потому что и лошадь и лево это такие сильные энергетические знаки любит руководящую работу здоровый эгоцентрист ну как правило таким людям способствует на большие заработки благородство щедрость любит компании любит спорт педагогическую литературу любит театр любит гости любит подарки тоже любит но и любит не только получать но и дарить что касается мессийного знака 54 год козерог он имеет право быть атаманом вот я у него могу быть только серым кардиналом а он может быть атаманом начальником бригады пусть эта бригада будет там небольшая может быть большая может быть предприятие большое во всяком случае он имеет право держать голову и он должен осваивать черты козерога то есть это капитальный фундаментальный ну примеры если приводить то это он если я ребенок то он взрослый если я эмоциональный то он воля если я семья родня то он работа карьера значит кто были люди с такими лунными узлами Галилео Галилей Михаил Луманосов Йосиф Сталин Далай-лама Индира Ганди вот был Лев Троцкий тоже с такими лунными узлами нельзя прятаться в индивидуальную жизнь то есть нельзя прятаться на хуторе он должен быть начальником пока Лев Троцкий был начальником все было хорошо понятно когда он начался спрятаться кончилось достаточно одного Лев можно без фамилии и все понятно да ну слушайте вы тут так этого Игоря расписали что ему пора уже баллотироваться пора главное подарить ему булаву да булаву подарить и баллотироваться или шашку ну здорово здорово слушайте очень интересно дорогие друзья обратная связь нам нужна вот в данном случае Елена подожди секундочку вот Елена написала спасибо все в точку работала в отделе кадров много общения с людьми и также работала в таможенной службе вот так все все а как Игорь какой он начальник Игорь еще ничего нам не ответил он переваривает то что вы сказали что он что он Ломоносов и вообще тут в одном он сейчас переваривает всю эту информацию вот наговорили да очень такая информация он уже побежал сообщать родственникам всем да что он да что он да что он да что он да не до обратной не до обратной связи пока да хорошо я не должен читать Елене что исторически не 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 уже уже хватит с Еленой она уже тут все в точку написала мы все получили да у нас время я прошу прощения просто хорошо давайте мы посмотрим ну в порядке очередности вообще-то я сказал два человека а тут уже у нас восемь заказов и двадцать один человек в очереди стоит 30 января 59 года да да 59 год переходит автоматически 58 потому что год и восточный и славянский не начинается 1 января это неправильно то он начинается ближе к равнодействию или там к луне так она так она 30 января 30 30 января 59 год а год начался 8 февраля 59 по восточному и поэтому даже ближайшие она перешла в 58 читаем на 58 значит она все-таки входит в год не кабана а собаки планета ведущей ну то есть будучи Водолеев, потому что это 30-го 01-го, это Водолей, но она получила по году рождения. Год рождения такой, что главное уже сейчас год рождения, а не месяц рождения. Для нее что важно? Вот такие ключевые слова. Вера, религия, философия, мораль, логика, идеалист, целеустремленная, постоянно работает умом, разум, направленный на целое человечество, где интересуют человеческие всякие проблемы, поэтому философия, мораль, заинтересованность в чужих культур, религии, рас, обществ, всякие этнографии, исторические развития, любить поездки, близка к воспитанию, перевоспитанию, веселый оптимист, дар прородства имеет. Пророчество, да? Да, да, дар пророчества имеет. Но и в природе любит высокую динамику, ветры какие-то, может быть, любит, когда ветер сильный, во всяком случае, энергию ей дают люди из знака Овена, так что она должна общаться с угоненными людьми. Ну, 58-59-й, чем близки Елена и Галина, они обе из стихии эфир, то есть Божьи люди. То есть она духовными делами должна заниматься, не материальными, значит, она должна людей, то есть связывать небо с землей. Она всякие композиции, поэты, хоростровники, капелланы, священники, вот все из этой стихии, чтобы быстренько сказать еще миссию, успеваю сказать миссию, значит, 59-й год, который пересчет, 58-й, смотрим на 58-й год, значит, смотрим на 58-й год, весы, ну, так же, все то же самое, что у Елены, то же самое, то есть она должна быть дипломатом, а не воином, и такие лунные узлы были у, я уже говорил, Льва Толстого, у Геркарта Уэллса, тот написал «Война миров», а тот написал «Война и мир». Значит, вот видите, они между этими полюсами должны выбирать. Или воин, или мир, или импульс, или взвешивание. Лидерство выбирает, или партнерство, воин, или дипломат. В основном должна научиться этого всего второго, что характерно для знака весы. Вот, кратко, про Галину. Понятно. Ну, вот у нас, видите, как Елена про себя все выяснила, и все, ей больше неинтересно, она говорит, давайте о Зеленском поговорим. Давайте, давайте поговорим о Зеленском. А чего с Зеленским-то? Ну, что, по славянскому гороскопу, 19-й год, ну, 2019-й год, это год Лани, Антилопа, Лани, Антилопа, Касуля, он открывает браму новой эры. Значит, значит, такие, значит, вот такая, значит, что он, главное в космобиоритмологии, неожиданно. У него такие высокие планеты, значит, важные. Нептун в зиму у Зеленского в стрельце. И, если он выберет позитивный путь, он очень станет ответственным и будет бороться за идею с энтузиазмом и вдохновением. Очень тонкая интуиция помогает ему вникнуть в очень складные, сложные, философские и культурные проблемы общества. прирожденный авантюрист, умеет азартно рисковать и очень часто выигрывает. Может взяться за решение конкретных вопросов и будет внедрять их в жизнь. Все иллюзорное отбрасывает, любит путешествовать как в воображении, так и наяву. Управляющая планета Уран указывает на то, что он искренне интересуется людьми, желает им добра. Уран за своей природой планеты, которая резко меняет все, что застарело. Он дружелюбный, готов до сотрудничества с великим коллективом разных людей. То есть он не устает от большого коллектива. Логичный, объективный тип мышления в союзе с эмоциональностью и чувствительностью может привести его к успеху. А космос говорит ему такое, ваша жизнь и деятельность от сегодняшнего дня зависит от того, какой путь вы выберете, левый или правый. то есть если он будет значит меланхоликом, это ему никогда не повезет. Депрессия никогда не может ему помочь. Он должен быть постоянным активистом, не бояться суперсложных заданий, должен медитировать, чтобы духовное здоровье сохранять, очень может погрузиться в проблему. Со стороны это будет выглядеть как какая-то холодность, но это просто сосредоточенность. Любит юмор, видите, так и есть. И не должен бояться, главное, неправильно я прочитал, должен бояться, чтобы юмор не переходил в сарказм. Это левый путь, а он должен выбирать правый путь. Правильный его путь трудолюбливость, стремление к совершенствованию, изобретательность дала способности к стратегическому планированию, развито воображение и фантазия. Рождение у него где планета была Водолей, а с 2000 года это у нас пошла, вы знаете, эпоха Водолея. То есть Земля вошла в космический управляющий знак Водолея. Ну, а Водолей это знак тотальных революционных трансформаций и изменений у всех в слоях общества. То есть ему это только на пользу космический его так сказать паспорт. Ну, и тут остальные планеты Сатурн у него во льве, то есть он имеет право быть начальником и большим начальником, не боится много трудиться. Врожденный артист, исполнитель со вкусом очень стремится к славе. Имея врожденную как это, но осмотрительность, врожденная дипломатичность, может занимать какие угодно высокие руководящие посты и будет успешно справляться, потому что он к этому привлечет очень большой коллектив людей, единомышленников. Должен отказаться от позерства, от самолюбованием и должен быть суров к себе так же, как и к другим. Он по духу своему спартанец, он может обходиться малым, но консолидировать коллектив сотрудников это его стезя. Это его стезя. Организатор врожденный и воспитатель. Так что вот кратко Юпитер дал ему жизнелюбие, любит учиться, не будет уставать от учения, нервная система очень сильная, имеет интерес к эзотерическим наукам, к философским проблемам, любит интересоваться взрослосторонними, развинутыми духовно людьми, интересуется космобиологией, йогой, медитацией и всем тем, что увеличивает энергию радости. То, что вы сейчас последнее рассказали, это наверное не секрет, чем он интересуется. Или это видно в его натальной карте? Это все в его натальной карте. То есть натальная карта подтверждает, какую миссию он может выполнять. Он может любой проект брать на себя. Космический узел у него в весах. Вот так же, как у наших сегодняшних Елена и Галина. Вот у них космический узел в весах. То есть он не должен быть воином, то есть он не агрессивный, он должен быть серьезным дипломатом. Колебания значит это знак в весе значит и все что я читал для Лены и Гали все подходит ему. Скажите Мирослав да скажите пожалуйста вот я был в Киеве не так давно и беседовал с одним человеком он в общем-то был председателем много лет председателем округа избирательного и он говорит ну не понаслышке знает так сказать он сказал что страна разделилась на два лагеря один лагерь и трудно отдать кому-либо предпочтение один лагерь ну понятно за Порошенко а второе за Зелецкий у нас семьи разделились на два лагеря мама моя в одну сторону я в другую нечего удивляться ну нечего удивляться но чисто астрологические за кого кто предпочтительнее это первое второе вы знаете у меня как-то на канале выступал у меня много астрологов выступали и вот один астролог не буду называть его имени он интересно когда он прогнозировал кто станет президентом Соединенных Штатов то он знаете какую брал у вас известна дата инаугурации я спрашиваю у вас известна дата инаугурации дата инаугурации неизвестна только 21 числа будет вот этот последний раз голосование а потом где-то в июне где-то в июне будет через месяц нет где-то это не считается оно должно оно должно быть секундочку оно должно быть Мирослав оно должно абсолютно точно тогда тогда если известна дата инаугурации скажем Соединенных Штатов у нас дата известна всегда она она правда один раз поменялась но на это были да сейчас секундочку но на это были причины почему поменялось я сейчас рассказываю вот о чем о том что он посмотрел дату инаугурации обычно это не смотрит смотрит даты натальные понятно карты и время естественно причем у Хиллари речь о Хиллари или Данно Трамп но дело в том что времени Хиллари не было известно и тогда ну можно было кто-то там смотрел Челси дочь но он посмотрел дату инаугурации и пришел кто будет президентом и президентом таки стал Данно Трамп то есть он оказался прав но не знаю может поэтому не поэтому астрологически я забегаю наперед вам скажу что Зеленский он воин за столом переговоров дипломатия это его стихия он имеет столько огня в себе он же седьмой год рождения у него восьмой год рождения но он тоже январьский и переходит в седьмой год это стихия огня и поэтому тут написано вы могли бы своим элементом огня сжечь всю старую систему чтобы попробовать построить новую систему но и поэтому у нас нет выбора понимаете у нас слишком много старой системы которая тянется уже 25 лет тянется комсомольско-коммунистическая система тянется вроде бы там изменения есть вроде бы есть но старая гвардия сыны внуки этих боссов влезают в прокуратуру в судебную систему в экономическую систему и правят бал и тут надо такого керакла знаете что взялся вычистить авгиевые конюшни очень оригинально помните он перегородил речку направил речку на конюшни все промыло все вымыло может быть даже какая-то перегородка полетела одна другая дверь полетела но главное все было вымято в беге вот на него такая надежда на него такая надежда вы знаете наши наши зрители знают все я вам хочу сказать вот вы не знаете она вот Елена сообщила не зря вы ей дали такую потрясающую характеристику вот сразу говорит о том что она знает дата инаугурации президента Украины 3 06 2019 года ясно можно составить хорарный городской третьего числа пожалуйста к следующему разу вы нам сообщите да договорились но мы также будем наблюдать за дебатами которые состоятся 19 ясно это будет у нас в пятницу так что осталось осталось три дня вот я когда опять же был в Киеве сказали что есть вероятность такая что Зеленский не придет на дебаты поскольку не придет опять не придет нет ну я понимаю я речь идет о дебатах когда они в тот день когда они должны состояться то есть как бы сказали что он может не прийти на дебаты а мотивирует это тем что ему трудно сражаться с политиком поскольку тот уже пол жизни как бы а он же вообще никак поэтому он может не прийти но я где-то услышал где-то было о том что если вы надеетесь что я не приду так не надеетесь я приду наоборот может не прийти мой оппонент типа да поэтому посмотрим посмотрим да что самое интересное я прилетел во Львов в день первого тура да я опять прилетаю во Львов теперь уже в день второго это тоже мистика так уж получилось я не знаю почему это мистический знак будем надеяться что то что мы мы в основном что хотим чтобы доминировала в эпоху Водолея духовность ведь вот этот материализм в чем трагедия Украины Украина по первому своему гороскопу который в 800 каком-то там году был когда государство объявило попало в знак земли телец телец то есть материализм и этот материализм тянется за нами представляете что и в 17 18 году когда это было объединение Украины и потом когда это было в 91 году опять попал в знак Девы а знак Девы это вроде бы вечные борцы за справедливость которые будут всю жизнь бороться с начальниками помните олеанская дева боролась с начальниками еще и от начальника от короля потерпела да значит и тут момент такой что или мы перерождаемся и отрываемся от материального и начинаем заниматься духовным а в связи с тем что энергетика биоэнергетика Украины высокая единственная страна которая находится на кристаллическом щите ведь вдумайтесь что под кристаллическим щитом который просверлили скважина два с половиной километра находится море праморе и именно там раздобыли золотой продукт который еще никак не оценило человечество пишофит то есть это такая рупа ну мы все знаем продукты мертвого моря да есть компания но они там знаменитые а вот мертвое море которое находится у нас под кристаллическим щитом два с половиной километра глубина скважина вот это будущее и если люди это поймут и увеличат процент йода в организме вы знаете что йод это металл фактически и магний это металл вы знаете что отвечает магниевые вспышки помните фотографы использовали магниевые вспышки ну те первые фотографы которые там были на заре фотографии так вот если мы увеличим количество магния и йода в организме увеличится количество духовности мало кто это понимает что есть такая связь с организмом ну это мы должны как просветители должны это нести в массы ну вот видите как мы не только это должны нести в массы вы должны нести в массы те знания которые вы сейчас даете как вы готовы уж не знаю как во львовском старт-профитическом университете преподаете ли вы но вы конечно же преподаете вы готовы у нас преподавать у нас есть а как же международный контакт это святое дело будущее человечества так или иначе связано с планетой мы не можем закрыться и хуторянская политика закрыться за высоким забором на своем хуторе она не проходит не проходит мы это увидели когда рвануло в Чернобыле пострадала Белоруссия пострадала вся Европа то есть сейчас забор невозможен и мы должны иметь планетарное мышление мало того планетарное наша первая встреча вы помните что я говорил что ноосфера Вернадского это великое дело и и мысли формы которые посланы туда в ноосферу они возвращаются на землю конкретными реальными вещами так что тем чем вы занимаетесь вместе с Софией Блан вот доказывайте людям что должен быть четвертый этаж развития не только биологический не только душевный астральное тело не только ментальное умственное тело но и духовный и мало кто это знает что надо дождаться 28-летнего возраста и тогда только человек становится духовным и только после 28-летнего возраста должны были искать себе пару и это время должно было растянуться до 42 лет пока бы ты не определился в социуме но это для этого надо быть молодым энергичным в 40 лет и так как племя хунза уверяют что не знает что такое стоматология еще такое кардиология и женщины рожают 60-70-80 лет но если человечество вернется на такой уровень здоровья я думаю многое изменится на планете сразу вы знаете действительно действительно у нас кстати то что вы сейчас сказали но сфера и академика Вернадского и сейчас идет 1-2 июня состоится конференция в Москве международная конференция посвященная как раз таки проблемам но сферы и там будет принимать участие София Бланк и кстати меня тоже пригласили в конкурсы чтобы было чтобы это как-то потом аукнулось хотя бы в Киеве чтобы вы принесли видео аудио информацию в Киев в Киеве есть люди которые это воспримут это посредователи Рудольфа Штайнера которые знают что такое теософия Бловацкой которые знают что такое антропософия Рудольфа Штайнера и именно это учение стоит на этих позициях что через физику надо идти к духовности надо быть здоровым молодым а не думать про поликлинику после 45 лет а надо как раз после 45 лет двигать цивилизацию двигать цивилизацию очень мы отстали слишком материализация съела много сил людей человечество в социуме социальная психология которая меня очень интересует колоссальная книга была революционная Шебутане Шебутане социальная психология и он там уже выдвигал эти идеи что человечество не должно впасть что говорит такой психолог Александр Лоуэр в депрессию человечество опасно ему впасть депрессию вот у нас в Европе это уже просто эпидемия и если мы сможем это остановить эту депрессию остановить это ну просто море суицидов вы знаете что и в Америке и у нас это почти одинаковое число суицидов 15 тысяч в год приблизительно суицидов совершается в Америке ну и в нас я так называю в нас СНГ по старому то есть это очень большая цифра 15 тысяч суицидов то есть насколько выгорают люди и если бы социальная психология задумалась наперед мы бы уже давно сутки поделили не на три части три раза по восемь а четыре раза по шесть хотя бы чтобы были смены по шесть часов не более не более и то это надо скоро упростнять и переходить на четырехчасовый рабочий день человек должен заниматься собой а не проводить основную часть ради хлеба насущного это страшное рабство жить ради хлеба насущного по восемь по десять часов по двенадцать часов люди работают ради хлеба насущного ради хаты ради ну материально ради всего материал четыре часа максимум на общие дела остальной человек должен заниматься собой собой усовершенствоваться и мы знаем как это сделать главное мы знаем как это сделать поэтому я даю вам домашнее задание с Москвы привезти в Киев эту информацию если получится во Львов прекрасно будет не надо будет ехать в Киев чтобы антропософы провели не не мы с вами еще встретимся мы с вами еще побеседуем я вам дам координаты киевские может быть сейчас же опасно из Киева поехать в Москву можно не вернуться в лучшем трагедии почему из Киеву из Киева конкретно поехать в Москву сейчас опасно многие могут там остаться в качестве заложников ну так как поехал с Парижа в Москву режиссер Семцов и остался то есть это сейчас опасно а вот вам приехать вы точно ничего не рискуете а есть мощное общество антропософов в Киеве я вас выведу на него оно вам устроит большую аудиторию и в этом это выжить вместе с Софией план что было интересного в Москве это очень будет актуально да ну мы говорили вы знаете я знаком с трудами Штайнера у меня и книги есть и я принимал в свое время много лет назад одного известного врача из Украины более того я заказывал из Швейцарии эти самые очень серьезная вещь она конечно неординарная и кстати к сожалению к сожалению современная медицина ее не очень-то и признает почему потому что ну она же противоречит это это натуропатия это гомеопатия а у нас вы знаете гомеопатию признавали вдумайтесь в цифру почти 200 лет после того как Ганнемат дал вот эти основы гомеопатии 200 лет официально медицина не признавала гомеопатию моя значит ну сотрудница работала в нашей лаборатории значит такая Лариса Техтерева у Поповой закончила основные курсы по гомеопатии начала преподавать в мединституте гомеопатию затюкали затюкали аптеку единственная которая была во Львове по гомеопатии с центра выселили она была в центре почти возле памятника Шевченко выселили на задворке ну мало кто понимает суть гомеопатии что это лечится не химией человек а энергетикой то есть там было там зверобой или там золото или что-то было и энергия память воды осталась от того что там было его там нет такое большое разведение но память кристаллическая решетка воды осталась вот суть гомеопатии ну да я когда-то делал это бы только вот вы могли если бы как-то эти разработки которые передовые по Кириллиану эффекту София Блан вы если это опять вернется на Украину и будут современные приборы которые смогут показать ауру человека до того и после того когда он взял в руки этот препарат Валы или Виледы значит там вы знаете ОМЭЛА и другие там препараты есть да онколог вы знаете я был удивлен я как-то спросил я это я не видел никогда я ну по улицам гулял там в Киеве я смотрю какие-то такие деревья высокие и шары как бы такие зеленые там причем да интересно что нету вообще там тогда когда ну две недели назад или полторы не было никаких там еще листьев они зеленые на обычном деревне я спрашиваю что это такое что это шары такие они говорят так это мела я думаю вот это вот та самая мела которая как раз таки применяется парадоксальная вещь потому что яд борется с ядом если убрать считать что это да что это раковая клетка это так скажем да анкрофессорская медицина широко использует да это действительно очень и очень интересно Ярослав и Мирослав вам выражается ну и мне заодно выражается большая благодарность за таких гостей вот которые сегодня у нас в эфире кстати да чтобы вы были в курсе дела у нас люди просвещенные передайте из России огромную любовь и благодарность вам вот вы знаете у нас нету этих разъединений у нас вообще категорически это неприемлемо как это я себе даже не представляю как это можно приехать не вернуться вообще-то говоря это просто это просто для меня это нонсенс я уезжал когда был Советский Союз и дело не в том что он был а дело в том что каждая страна и каждый народ и каждый человек имеет право вот это то что я пытаюсь здесь создать у нас каждый человек имеет право на свободу изложения свободу мысли но конечно же не просто так я хочу там я делаю есть же люди которые делаются абсолютно противоположные вещи но вот у нас наши подписчики как раз таки эти вещи понимают я очень рад что сегодня у нас присутствует Львов и в конце концов это западная Украина которая как бы не очень-то сами понимаете принимается Майкл я в Москву летал регулярно потому что я даже не только летал а я учился в Москве я закончил очень высокий факультет вы знаете единственное учебное заведение которое признавалось за границей МВТУ имени Паумана да да спецфакультет по медицинской электронике ну это значит это как второй мой диплом был да но я там закончил параллельно еще институт ювенологии науки как быть долго молодым ну по вам по вам как раз таки можно это самое нет 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 вас надо выставлять в эти центры в Азии как говорил Жванецкий у вас такой зал с таким залом надо по стране ездить вот так вот вас с вами надо ездить и показывать вас надо вот ясно и в Москве кроме того что получил этот диплом по медицинской электронике по ювенологии я получил золотую медаль на ВДНХ помните такое заведение в Москве есть огромное ВДНХ значит золотая медаль была за вот этот проект передвижная лаборатория в автобусе огромный автобус 10,5 метра длина и мы там на ВДНХ стояли представляли свои разработки так что Москва была как мой родной дом я имел возможность туда-сюда летать очень много и автобусом своим ходом через Белоруссию доехал в Москву стоял там возле павильона труда потом возле павильона медицины золотую медаль получил за этот проект я думаю вы понимаете что мы это все мы должны мыслить общепланетарными ноосфера это общепланетарное понятие она не знает границ ноосфера дух не знает границ и книги мои которые меня вдохновляли в молодости не знаю попадались ли они вам Ефремов час быка как изменится общество значит там Иван Ефремов заглядывал на будущее как будет выглядеть человечество вот этот час быка да переспрыг и в те времена уже тоже его как бы еле его спас от ГРБ отбил есть такой Юрий Рюриков значит и его какой-то родственник там дипломат и еле спас Ивана Ефремова за эту книгу его преследовали час быка вы знаете вы знаете Мирослав она не просто попадалась я скажем на ней можно сказать рос у меня было две тысячи книг по фантастике и та и софинская и час быка это первые две так сказать книги которые вот были в моей библиотеке конечно же я их читал дорогие друзья я уже обращаюсь к нашим зрителям я очень рад о том что вам нравится эта программа я хочу напомнить о том что сегодня у нас в гостях вот я беседую сегодня с первое это ректор львовского савропегийского университета Ярослав Кмит ну и проректор по науке Мирослав Романец с которым мы встречались во Львове с которым мы обязательно встретимся еще раз ну и это как раз таки кто смотрел мою встречу с журналистами которая была устроена конечно же Ярослав Михайлович Кмит вот как раз таки вы видите и видели и если кто хочет можете посмотреть она у нас есть в наших архивах как раз таки вот Мирослав мне задавал эти вопросы ну и у нас должен был присутствовать и наверное присутствует еще человек который задавал вопросы правильно Зиновий рядом со мной Зиновий да Зиновий рад приветствовать я слышал вашу передачу мне так же она понравилась я думаю что будем и дальше сотрудничать ну видите как я не просто думаю я уверен в этом ну и мы обязательно встретимся дорогие друзья я планирую у меня будет всего один день к сожалению но тем не менее это мы его уплотним тема моей моего доклада на международной конференции как раз таки но сфера зеркала Козырева и время самое главное время как она разуплотняется в духовном мире вот я Мирослав я вам обязательно пришлю мой доклад есть тезисы академик Трофимов я с ним уже вконтакте он в общем-то уже принял тезисы сказала Любовь Сергеевна Гордина председатель этой конференции академик 19 академии наук она сказала Майкл ты как-то уложишь в 10 минут потому что каждый из твоих тезисов это это тема отдельного доклада ну придется как-то уложиться вот но правда развернутый развернутый сам доклад будет больше там мне сказали мне дают до 5 страниц так что так что будет как-то более подробно мы ознакомимся кому это будет интересно дорогие друзья я благодарю вас за то что вы были в эфире задавали вопросы ну и конечно же наших ученых благодарю хорошо спасибо до встречи ждем до встречи всего доброго до свидания до да до 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 Продолжение следует...